Понимать, что он с этим справится. А чтобы он не боялся, значит, у него физические тренировки, вот такого плана, да, он не должен бояться упасть. Почему буддисты всегда, когда в монастырь поступает товарищ, ну, приходят к ним, да, они его роняют. И кто уползает, не справляется, да, не может со своей гордыней. Это же физическое чувство, блок. И когда человек, он падает, ему нужно встать, и, как правило, сначала на колени, а потом только вперед, то тут мания величия, там, самолюбие, и все это выскакивает, он говорит, я не буду этим заниматься. Вот это слабый человек. Но внешнее проявление всегда, вот эта горделивость. Потому что не может представить себе, что нужно падать и вставать. Падать и вставать. И только тот, который тысячу раз упал, может четко понимать, что вот при такой нагрузке, при таком движении, опять двигательный начинаем, да, говорить. Вот если я так иду, значит, у меня ноги стоят. Если я вижу, что человек на меня наезжает, я знаю причину происходящего. Почему знания должны быть? Почему он должен понимать и управлять происходящим? Понимаете, о чем разговор веду? Идем дальше. Отсюда рождается как необходимость, да? Мужчина обязан быть компетентным. Он сначала делает, а потом рассказывает, что он делал. Сначала конечный результат, потом повествование. Что это такое? При помощи чего я это сделал? Следующее. Уважение к старшим – это иерархия обучения. Если мужчина не уважает старшего по работе, отца, брата старшего, товарища, тренера, он не сможет научиться уважать себя. Почему происходит бесконечная подмена? Дома мы не понимаем, что происходит, и мы выходим во двор, ищем вот этого авторитета, типа с гитарой, с сигаретой и с бутылкой пива. И он такой бахвально, да мы сейчас, да мы то. И очень хочется вот эту искаженную модель применить на себя при помощи слова и при помощи инструмента, в смысле гитары, переходника какого-то, да, вот, ну, атрибутики. Откуда это сейчас идет все? Потому что атрибутика заменяет человеческие качества. Нужно наоборот, человеческие качества создают, само собой, разумеющееся положение вещей.